всем привет привет в сегодняшнем видео как я обещала мы сделаем полив наших орхидеек двух орхидеек от соня и 3 орхидейка сога лауренс от профар с подкодом 5051 мы тоже вместе польем эти растения я уже после пересадки когда мы делали пересадку поливала не на видео потому что в связи с обстоятельствами в нашей стране немножко мне не получилось сделать на видео но полив я один осуществляла и было у меня промежуточных два опрыскивания по верхней верхней части муха два растения мне уже успели полетать по квартире кто-то из sony 1 и сога лауренс нечаянно упустила такое бывает или к этом когда делаешь поливы тоже нечаянно зацепишь и она падает но стаканчик оказался таким знаете как амортизатором как мягкой подушечкой для орхидейки и с орхидейками все прекрасно и все хорошо ничего ни у кого не отломалась к счастью в сегодняшнем видео мы не только будем поливать этих трех красоток я покажу своих экспериментальных малышей у меня есть видео моего летом снимали ли в начале лета точно не помню если эту ссылочку я закреплю в подсказках у меня там есть пять экспериментальных растениях где мы делали экспериментальный дренаж совершенно разные брали я про этот дренаж расскажу свое мнение плюсы и минусы в моем уходе что мне понравилось а что не понравилось ой бы дренаж я использовала а какой я вообще не буду использовать называю что я использовал в первом поливе в первом поливе я использую только фильтрованную водичку можно водичку из-под крана то есть используйте ту водичку которая обычно вы поливаете все орхидейки что беру я сейчас нам обязательно нужны наши орхидея беру один литр чистой фильтрованной воды но вы можете как я уже говорила брать ту воду которая обычно вы поливаете ваши орхидея полива я буду добавлять натуральный препарат стимул натурал органик удобрения для рассады и цветов как для рассады овощей и цветов состав мы сейчас посмотрим очень классная штука я ей уже не в первый раз поливаю в своей орхидейки а именно стимулом органическим я начинаю поливать орхидейки когда мне нужно после цветения к примеру нарастить орхидейки новые листочки новые корешочки и точно так же я использую этот препарат для малышей малыши на него очень хорошо отзывается прекрасно растят корешочки листочки и очень хорошо реагирует на этот препарат и сейчас мы посмотрим с обратной стороны какой же состав этого препарата первым делом мы обращаем внимание на нпк что же здесь за нпк нпк у нас 27 7 20 азота 7 фосфора и 7 калия прекрасная штука для наращивания лиственной массы и корневой массы в умеренном количестве то есть не идет акцент только на корни до одни а здесь больше акцент идет на рост и развитие лиственной массы что сейчас нам и надо когда наши детки растут нам очень важно чтобы детки начали расти как листочки так и корешочки и здесь еще идут добавочные микроэлементы и даже есть аминокислоты очень классная штука орхидейки очень любят аминокислоты я вам так скажу я этим удобрением более чем довольна и всем рекомендую пропорции я беру для полива орхидеи я беру один колпачок на литр воды производитель рекомендует брать давайте посмотрим он рекомендует когда мы под корень поливаем брать один колпачок на один полтора литра воды можно поливать этим препаратом два-три раза в месяц и когда пересаживаете растения провести рекомендуют добавлять два колпачка на литр воды. Ну, я добавляю примерно колпачок, максимум полтора. Вообще, в целом, одного колпачка на литр воды хватит с головой. Дальше, когда вы замачиваете растения или семена для посадки, производитель рекомендует взять один колпачок на 200 мл воды и замачивать растения 6-8 часов. Я так не делаю, я не применяю эту методику. Для чего орхидеям давать напиться этим препаратом, еще и концентрированным 6-8 часов, ну, это много. Я этот пункт не использую. Скорее всего, этот пункт больше подходит для семян, для высадки семян. И позакорневое педживление, это значит опрыскивание, тоже мы берем, но уже меньше берем концентрат, примерно 1-1,5 колпачка на 2,5 литра воды. Помните такую вещь, когда вы опрыскиваете тем или иным удобрением растения по листку, по листку нужно давать меньше пропорции, меньше концентрат удобрения, чем, к примеру, под корень. Итак, я открываю стимул, наливаю 1 колпачок и добавляю его в эту водичку. Все, этого в принципе достаточно. И сейчас мы разведем палочкой все это дело. Нам нужно его взболтать, чтобы оно соединилось с водичкой. Перемешиваем хорошо, хорошо, хорошо. Где-то около минутки перемешиваем, можно меньше, там 30 секунд. Нам надо, чтобы этот препарат соединился с водичкой. И я беру грушу обычную, набираем грушку и поливаем растения. Как я буду их сейчас поливать? Начинаем осуществлять полив. Как мы будем осуществлять полив? Я буду поливать по стеночке, проливаю. Немножко, если попадет на наш стаканчик маховой, в котором мы делали перевалку, пересадку растений, ничего страшного. То есть моя цель сейчас налить этого препаратика, водичку с удобрением, правильно скажем, налить по уровень дренажа. А дренаж у нас пеностекло. Ну и я беру, запускаю водичку туда и это все дело оставляю, для того, чтобы дальше наш керамзит, керамзитского пеностекло по нашему грунту поднял вверх корешочком водичку. Лауренс у нас напоен, дальше идет малышка от Соня. То же самое делаем. Промочили чуть-чуть верхний слой мха. Промакиваем. И дальше запускаем водичку по уровень пеностекла. И это я все дело оставляю, пока мы будем рассматривать и обсуждать наши растения с экспериментальной посадки. Мы потом в конце посмотрим, как высоко поднялась водичка, промок ли наш грунт, мох и кокосовое волокно или нет, и сколько осталось водички. То есть за это время растение будет пить водичку через свой грунт. И берем третью малышку от Соня. Кстати, мне кажется, тут одна из малышек у меня, скорее всего, будет не бабочка, а что-то из ароматных восковичков. Я, конечно же, хотела очень сильно бабочку. Ну, посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, все процветет, все будет хорошо. И мы увидим, что за сорта сюрпризы от Соня мне попались. И мы здесь делаем то же самое. Смотрите, мы промочили по кругу наш мох и запускаем в пеностекло, в водичку. И это все дело оставляем. И, кстати, у всех малышей за это время активно растут корешочки. И я даже, по-моему, у этой малышки, даже корешочек, который растет вверх, там можно смотреть другой, тоже стремится вверх, который пытался расти вверх, я его направляла вовнутрь, в грунт. И вроде бы как корешочек так и остался, он не выпрыгнул из нашей посадки. Я эту малышку говорю, я так подозреваю, что, скорее всего, она будет какая-то из ароматных, что-то из ароматных восковичков. Посмотрим, потому что листики прям безумно-безумно салатовые. Я это еще заметила, как только я ее получила. У нее листочки такие салатовые, но посмотрим, что у нас получится. Вдруг я ошибаюсь. Мне кажется, что все-таки я не ошибаюсь, что это что-то из ароматных восковичков. Вот здесь вот непонятно, кто здесь вводит. Посмотрим, потому что здесь листики такие непонятные. Вот они, пять наших экспериментальных малышек. Они находятся у меня в таком кашпо. Кстати, кашпо я покупала, это стаканчик для ручек. Покупала в Аврора. Что-то она там стоила 9-10, а может быть 12 гривен. Не очень дорого, поэтому прекрасная штучка для, как заменитель кашпо, маленьким орхидейкам, которые только начинают свой активный рост и развитие и идут во взрослую жизнь. Кто смотрел наше самое первое видео, экспериментальное, где мы проводили эксперимент с малышами, тот помнит, что все малыши были пронумерованы. Я выстроила по номерам, чтобы так немножко легче им не было, и вам ориентироваться. Здесь орхидейки стоят, первый номерок с моей стороны, справа налево, с первого по пятый. И мы сейчас их будем доставать и обозревать. Вернее, я их всех подостаю с кашпо, так будет легче. И мы будем их обозревать и обсуждать, какой грунт, вернее, какой дренаж мне понравился, какой не очень, какие плюсы и минусы дренажа. Итак, начинаем с Black Parrot. Самый первый. Вот он наш самый первый. Это профаровский подросток. Мы его пересаживали. Я, по-моему, делала адаптацию. Это все, если я не ошибаюсь, апрелевский приезд малышей. У них была адаптация. И где-то буквально через месяц я их начала пересаживать. То есть я их освобождала полностью от махового стаканчика и делала пересадку в свою посадочку. Свой стаканчик переводила и в свою посадочку. И взяла для каждого растения абсолютно разный дренаж. Абсолют. Видим Black Parrot. Он у нас под номером 1. И здесь мы использовали дренаж только мелкий серомис. Говорю вам сразу, прям вот сходу. Мне не понравился как дренаж мелкий серомис. Почему? Во-первых, он, когда намокает, он становится как булдышник какой-то. Становится кашпорт. Я сейчас держу, у меня просто стаканчик настолько тяжелый, очень тяжелый. И мне он не нравится, этот дренаж. Он какой-то такой, знаете, как вот спрессовался, как будто бы забитый какой-то такой. Ну, не знаю. Я в дальнейших посадках такой дренаж использовать не буду. Посадочка у всех орхидей плюс-минус одинаковая. Где-то что-то мы добавляли, где-то не добавляли. Где-то просто кора была и мох. Где-то мы еще добавляли и кокосовое волокно, и кору, и мох. И немножко серомис крупный просыпали. Вот крупный серомис можно использовать как дренаж, но я не воспринимаю серомис вообще как за такой основной дренаж на дне горшочка. Но я не воспринимаю, и я серомис в принципе никогда не буду использовать как дренаж на дне. Это какое-то непонятное что-то, такое забитое, не дышащее для растения. Ну, в общем, для дренажа серомис не рекомендую. Как живет и развивается само растение в такой посадке? Ну, не забываем такие факторы, как сорт растений. Все сорта растений абсолютно по-разному могут расти и развиваться в той или иной посадке. Каждый сорт особенный. Кто-то быстро наращивает корешочки, листочки, кто-то медленнее, кто-то такой туго-думчик, кто-то вообще такой, знаете, на раскачке, не спешу никуда, хочу расту, хочу нет, хочу подожду. Есть такие. Поэтому здесь, как бы, у всех динамика совершенно разная. Вот Black Parrot, он активно растит молодой листочек, который, по-моему, проклевался на тот момент, когда мы пересаживали. У него растут активно корешочки, к стеночкам он их еще не вывел, но внутри, если посмотреть вокруг шейки, там хорошо так, не хочу просто раскапывать мох, там довольно-таки хорошо растут корешочки, он прекрасно их растит от шейки, но вглубь посадки, то есть он их пока не выводит сюда, внаружу, хотя есть малыши, которые мало того, что внутри нарастили, еще и активно к стеночкам попробовали свои корешочки, и мы их сейчас увидим. Следующая малышка под номером 2, это у нас ароматный восковичок под кодом 6138, Zen Min Cobra, ароматная, ей мы использовали для дренажа Ceramis с ричузой, тоже я такой дренаж не рекомендую, мне он абсолютно не нравится, та же самая история, как и с просто Ceramis, когда горшочек влажный, ты наливаешь водичку, это становится таким тяжелым булдыжником, но мне не нравится, и мне не нравится, что он, этот дренаж совершенно не дышащий, посадка, грунт какой, ну как его у всех растущих, грунт у нас, по-моему, мы сюда засыпали, если не ошибаюсь, мы нужно то видео пересмотреть, кора и мох, потому что где-то мы кору, мох и косовое волокно добавляли, где-то кора и мох, где-то может быть просто кора, я уже не помню, и что мы видим, посмотрите, какое развитие у растения, во-первых, она нарастила новый, растит, значит не нарастила, она еще растит новый молодой листочек, активно растит корешочки по стеночке, то есть она там вовнутрь, я немножко так раздвигала, грунт смотрела, она вовнутрь ушла корнями и выводит их активно к стеночке, вот, вот активно сверху растущий корешочек, прекрасно, он такой еще и жирненький, а там у одного вообще корень такой жирный, я вам сейчас покажу, это просто-просто, посмотрите, то есть растение эту посадочку приняло, растению все нравится, активно растет и развивается, и эти растения у нас тоже ароматный восковичок Водолупа Пинеда Яфон под кодом 6185, здесь мы уже используем какой дренаж, здесь у нас пена-стекло с керамзитом и немного лечузы, такой дренаж мне нравится, я как бы, ну, такой легенький, воздушный, корням нравится, растение хорошо приняло, все прекрасно, и посадочку, и сам дренаж, все отлично, вот такой дренаж, да, я бы использовала, но я, по идее, бы вот в будущем, как я взрослым растениям даю не мелкое пено-стекло, а вот крупное пено-стекло, да, просто супер, я использовала сюда мелкое пено-стекло, ну, а в будущем, в принципе, я растениям даю крупное пено-стекло, и таким малышам в посадку я тоже бы с удовольствием и буду давать с удовольствием в следующих посадках крупное пено-стекло, Здесь у нас, что у нас? У нас здесь керамзит, пеностекло и лечуза. Мне этот дренаж понравился. Растению тоже, как мы видим, посмотрите, растит активно корешочки новые. И вот корешочки, и от шейки она там растит. Поначалу она как-то немножко, и листочек мы новый растим, поначалу именно этот сорт как-то немножко застопорился. Она думала, что ей делать, куда ей двигаться. Ну а потом, как мы можем наблюдать, активизировала в росте, в развитии и корешочки, и листочки. С этим растением все прекрасно, тоже все приняло, растет и развивает. Следующее у нас четвертое растение идет под. Это бабочка под кодом 5018. Я нашла название. Эту бабочку еще называют не все продавцы, но от садовника нет. Название от садовника профар идет только код. Видела, продавцы пишут наименование Summer Sunset. Не знаю, насколько это Summer Sunset, но я пока название не давала, и не знаю, я подписывать или нет. Возможно, подпишу. Итак, что здесь у нас за дренаж? Здесь мы использовали пеностекло, личуза и серамис. Мне не нравится такой дренаж, потому что здесь есть серамис. И опять же, подчеркиваю, даже в таком смеси дренажа серамис делает стаканчик очень тяжелым, таким грубым, как камень. Мне это не нравится. Немножко серамис мелкий забивает посадочку, имею в виду в дренаже забивает. Самой посадки нет, если вы там его немножко присыпите, припудрите. Наоборот, орхидейки любят серамис, ничего страшного в этом нет. Ну, а если вы много дадите, будьте внимательны, потому что серамис немножко сбивается мелкий, как, знаете, такой большой кусочек глинки, и просто утяжеляет посадку. Ну, и за счет этого очень долго просыхает внутри, внизу влага. То есть в самом горшочке, к примеру, просыхает влага, а там держится очень долго влажный ком. И мне это просто не нравится. Как себя чувствуют растения в такой посадке? Прекрасно, как мы видим. Посмотрите, что делает она. От шейки тоже во внутрь посадки идут такие жирные корни. То есть можно увидеть, там вот есть, наверное, нельзя увидеть. Там темно, так немножко получается. Там тоже от шейки вовнутрь уходят жирные корни. Листочек эта орхидейка мне еще не дала, но она что-то там пытается проклевывать. Но листья, эти старенькие листья, которые от садовника, они уже огромные просто. Ну, а новый листочек, она, я смотрю, там раскрыла центр, точку роста, как подготовила ее к наращиванию нового листочка. И вроде бы как что-то там проклевывается, пробивающийся в виде листочка. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. И вот что у нас с корешочками. Очень жирный корешочек такой. Прямо деформируем немножко стаканчик. И вот корешочки хорошенькие идут. И от шейки вовнутрь я там раздвигала, если можно так раздвинуть, показать. Вот тоже там, да? Нельзя увидеть. Идут такие жирные корешочки. Ну, в общем, растение себя чувствует прекрасно. Прекрасно, отлично растит, хорошие корешочки. Итак, переходим к пятому растению. Пятое растение у нас идет под кодом 5210. Little Jim Stripe. Пилорик, по идее, должна быть бабочка. Ну, может быть, и Trillips, может быть, и пилорик. Посмотрим, кто у нас будет. Растение так себя хорошо чувствует. Вот здесь у нас был дренаж, керамзит и пеностекло. И как мы видим, растению зашел этот дренаж. Мне тоже это безумно нравится. Это классика жанра. В принципе, такой дренаж я всегда использовала раньше растением. Растения его прекрасно принимали. Керамзит и пеностекло. Где-то там серамис попался 1-2. Это не страшно. Little Jim Stripe. Хотел сказать, Little Jim Stripe себя прекрасно чувствует. И как мы видим, посмотрите, рост новых корешочков активно-активно идет. Мало того, что во внутрь посадки идут корешочки, еще и к стеночкам корешки пробиваются. И от шейки там активно она тоже растит корешочки. Все прекрасно. И растим новый листочек. Все отлично. У этой растюшки все хорошо. И как мы видим и делаем выводы, что классический дренаж, это керамзит отдельно, или пеностекло отдельно, или керамзит с пеном-стеклом, орхидейки принимают на ура. А такой, как мелкий серамис и еще лечуза, оно ложится на дно, как таким, знаете, бетонным камушком. Тяжелым бетонным камушком, который очень долго просыхает. И растение его как бы не сильно принимает. То есть растениям это не нравится. Делаем выводы, что нашим орхидейкам очень важно, чтобы грунт был дышащим. И точно так же, чтобы керамзит на дне был тоже дышащим. Даже если мы делаем, тем более, если мы делаем закрытую систему посадки. Очень важно, чтобы весь грунт дышал и воздух туда поступал, шла циркуляция воздуха. Мы пообозревали наших аспирентальных малышей. Как мы видим, им понравилась посадочка. Это все были адаптированные растения, которые примерно месяц у меня находились в посадочке садовника. В стаканчике 1,7 в маховом стаканчике. И спустя месяц адаптации я приняла решение пересадить по классической своей пересадке, как я делаю. То есть это я разобрала полностью маховой стаканчик, убрала этот мох и сделала свою посадочку, обычную посадочку, облегченную, воздушную, с добавкой большого количества мха. Как большого, примерно здесь пусть 40% будет мха. Все остальное у нас идет кора, как мелкая, средняя фракция, кокосовое волокно где-то я добавляла, где-то я не добавляла. И идет у нас дренаж. Делаем выводы, что дренаж мы берем классический. Это пеностекло, это керамзит или плагрон. Это тоже круглые такие шарики, запеченная глинка круглая. Не классический дренажный керамзит, который мы берем, а запеченная глинка круглыми воздушными камушками. Интересная штука, она чем-то похожа с керамзитом. Я вообще, как на мое усмотрение, у меня такое ощущение, что тот же самый керамзит, только сделан в круглых камушках. Когда там есть какие-то отличия, если проникнуться этим грунтом, керамзит и плагрон, там можно найти отличия. Но я не хочу в это вникать и разбираться, потому что все равно я использую эти субстраты как дренаж. Я не использую керамзит и плагрон как основную посадку для орхидеи. Я понимаю таких посадок и не воспринимаю их. Для меня важно, чтобы орхидейка росла, как в природе она растет. То есть она в природе, у нас эпифиты, фаленопсисы, как растут они корешками, прирастают к коре деревьев. Вот такие же условия я стараюсь создать своим орхидейкам. Да, есть любители, которые за неорганические грунты сажают только орхидейки в неорганику. Как-то такой спорный для меня вопрос. Я предпочитаю давать орхидейкам все-таки органику. Давать то, в чем они растут изначально в природе. Надеюсь, что с экспериментальной посадочкой мы разобрались. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Итак, переходим к нашим орхидейкам, которых мы сажали методом перевалки. И делали максимально воздушную посадочку. Мы их вначале полили и сейчас мы посмотрим, что происходит внутри их посадочки дальше. Когда мы разбирали экспериментальные посадочки наших прошлых растений, у этих красоток грунт, кокосово-волокно, мох и кора, которая внутри, успела прекрасно поднять водичку на поверхность грунта. И как мы видим, что мы видим, у нас уже влажненький грунт. Да, есть немножко водички. Растения так хорошо подпили водички. Грунт хорошо поднял водичку к корешочкам. И я эту водичку оставляю у растений примерно на час. Посмотрим, как будет дальше. Я буду видеть, что уже влажно, совсем-совсем влажно. Можно даже между нашим методом перевалки, маховым стаканчиком и грунтом, который мы добавляли, просунуть пальчик и почувствовать, если вы только начинаете с растениями и попробовать, если там уже влажно, прям вот влажно-влажно. Водичку можно остатки слить и оставить растения в покое. Вроде бы как осень, но еще жарковато. И верхний слой мха очень быстро просыхает. Поэтому можно брать поливизатор и очень аккуратно смачивать так, чтобы, ну только старайтесь это делать в первой половине дня, чтобы если вдруг вы попадете где-то на листочки в пазухе, чтобы эта водичка успела испариться до вечера, к примеру, да, чтобы на ночь растение не стояло с застойной водой в пазухах. Застой воды в пазухах, как правило, за собой тянет последствия. Это гнилостные заболевания и всевозможные фузариозы, бактериалки и так далее. Поэтому старайтесь опрыскивать ваше растение в первой половине дня, так, чтобы растение до вечера успело просохнуть. И что мы видим? Наша Согу Лавренс тоже прилично выпил водички. Смотрите, сколько осталось, да? Чуть-чуть, чуть-чуть. То есть водичка активно начала подниматься по грунту, и все пошло вверх. Та же самая история и здесь. Здесь было прям вообще вот так вот много, но уже половина, даже чуть меньше половины водички уже поднялось вверх. Пусть еще постоит минут 30 примерно, и я эту водичку просто солью и оставлю растение на место. Пусть дальше растут и развиваются, и наращивают много-много красивых корешочков. Принесла еще пару растений своих показать, которые у меня были пересажены практически сразу после приезда. Ну как сразу, там неделя адаптации была, я видела, что у этих растюшек очень много корешочков, и я приняла решение их освободить от махового стаканчика и перевести их в свою посадку. Итак, смотрим. Первое, это у нас идет под кодом 5053, это растение ко мне приехало в марте Сан-Ривьера. Не знаю, насколько Сан-Ривьера, если вдруг неправильно я написала название, поправьте меня. Там еще второе какое-то название, что связано с котом есть, я уже не помню. Итак вот, смотрим. Посмотрите, что у этого растения делается. То есть мы видим, насколько разные бывают растения. Одно растение думает, долго растит корешочки и листочки, а другое принимает посадку и вытворяет вот такие вот чудеса. Посмотрите, что делается. Вот корешочки. И вот, посмотрите, сколько корешочков. Прекрасно. Еще и во внутрь посадки там у растения пошли корешочки. Вроде как листочки так растут, но так свободненько, не спеша. А вот корешочки, корневую массу растения просто растит с сумасшедшей скоростью. Уже до дна дошло. И второе растение, пингел, когда она к нам приехала, она к нам приехала в июле месяце, и я долго ее не держала в ее посадке, потому что изначально у нее было очень много корешочков. Была тогда как раз жара, она очень быстро пересыхала, и я приняла решение ее пересыдить. Во-первых, посмотрите, как она подросла, какие огромные листочки стали. Во-вторых, посмотрите, что она делает. Она посадку приняла сразу. То есть никаких тугодумов, долго думающих, играющих мыслей у нее не было. Она приняла посадку моментально. И вот активно растим корешочки. Все прекрасно у нее и замечательно. Растут корешочки в разные стороны. Она себя хорошо чувствует, растет и развивается. И вот насколько бывают разные растения, правда? Одного растения к тебе приедет, и ты через неделю его пересадишь, и оно у тебя примет посадку, а другого будет думать, 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 и может в конечном итоге еще и самоубийством заняться, уйти в архарай. А третье растение будет думать, 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 и немножко позже пойдет в рост. То есть совершенно все растения, все сорта орхидеи реагируют по-разному на ту или иную посадку, пересадку. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Ну а если вы новичок, и получили ваше растение в маховом стаканчике, и там еще немного корешочков, оставьте его в покое, пусть он наращивает корешочки, а вы по мере просыхания мха его поливайте, чтобы он не был все время пересохший, чтобы время от времени поступало в этот мох влага, и корешочком влага, и растение будет расти и развиваться. Поэтому если вы новичок, не спешите с пересадками, изучите сначала подростков, когда вы поймете суть дела, что к чему и как, и тогда начинайте двигаться и пробовать уже с посадками, пересадками, спустя какое-то время. Но для начала, пусть ваше растение адаптируется в своем маховом стаканчике. Хочу показать свою доцветающую черепом 228. Посмотрите, как она великолепная, правда? Очень красивый, яркий, эффектный цветочек. Как она мне нравится. Посмотрите вы на эту прелестную девочку. Это просто. Очень плотные цветочки, восковые. Прям вот плотной-плотной текстуры. И в то же время этот узорчик, когда вы трогаете, он такой нежно-нежно-бархатный. И восковые плотные цветочки. Ну не прям вот воск-воск, но безумно плотной текстуры цветы. Покажу еще третий цветочек. У нее всего три цветочка осталось. Она уже доцветает. Очень плотные, такие плотные цветочки, плотной текстуры. Не прям воск-воск, но он безумно плотный. И сам узорчик очень нежный и бархатный. Приятный на ощупь. Мы сейчас сделаем замеры цветочков. Попытаюсь сейчас замерить цветочек. Ну он 7, если до конца так разложить лепесточки, 7-7,5 сантиметров. В принципе, это нормальный, средний цветочек, не крупный и не мелкий. Хорошего размера цвета. Масса у растения очень и очень компактная. Самый верхний листочек 13-13,5 сантиметров. Очень компактное растение. Листики круглые, широкие, красивые. И давайте померяем, какая же высота цветоносика. То есть высота цветоносика. Сейчас мы сделаем. Итак, смотрим. Высота цветоносика у нас 48-49 сантиметров. То есть растение вырастает не совсем крупным. Компактное и не сильно высокое растение. Мне нравятся ее цветы. Такой спелый-спелый черешни. Великолепный сорт. Поэтому, если вдруг встретите в подростках и даже сейчас уже продают цветущий голландский этот сорт, приобретайте. Великолепный сорт. Сорт такой, который любит подсвести, долго подсвести, пышно и красиво подсвести. И такими яркими, эффектными цветочками. И хочу показать в полном распуске сорт катания. Посмотрите на этот шикарнющий букетик. Боже, как она мне нравится. И что самое интересное, она наконец-то открыла мне еще один цветок в полной мутации бабочки. Этот сорт я покупала в смешанной мутации. Мутация здесь бабочки и триллипса. Пилорика здесь нет. То есть двойная мутация триллипс и бабочка. Посмотрите, какая она великолепная. И вот еще здесь есть пару бабочек. Такие они красивые. Вот в мутации бабочки этот сорт мне очень нравится. Да, в мутации триллипса тоже очень красивый сорт. Необычный сорт, насколько я не люблю триллипсы. Но у этого сорта мутация триллипса мне безумно нравится. Ну а бабочка еще больше. Посмотрите на эту красотку. Она очень прелестная. Очень-очень такие, знаете, плотные восковые цветочки. И я так понимаю, сорт, который любит долго цвести. Сорт очень хорошо переносит дорогу. Такой может стресснуть, но не прям так вот кардинально, как есть другие сорта, которые стрессуют. И потом, когда раскроется, будет вот такой шикарный букетик цветов, как у меня. Я ее просто обожаю. Сорт катания великолепно. Это мультифлорка. Она вырастает не крупных размеров, не высоких размеров. Если посмотреть в черри бомб, она немножко ниже. То есть примерно сантиметров 40 в высоту это растение. И она еще находится в девятом. Я думаю, что в будущем она не будет прям сильно такая большая, разросшаяся. Но это компактный, красивый, пышноцветущий сорт орхидеи катания. И вот рядышком черри бомб и катания. Посмотрите, какая черри бомб крупная, а катания маленькая. То есть нужно две катания вместе сложить, чтобы получить цветок черри бомб. Манехонькая такая. Класс. Красивый сорт. Очень мне нравится. Вот такая вот комбинация цветов, как я уже и говорила. Белый, к примеру, желтый, бордовый или розовый. Когда в цветении орхидейки есть такие смеси цветов, мне очень и очень нравится. Я люблю смешанные цвета. Люблю, когда орхидеи цветут не только одним цветом, а когда есть еще и цветов, еще и другие оттенки. Ох, мне это очень нравится. И вот как раз катания в той категории, где есть и желтенький, и бордовенький, и немножко беленького. И это смотрится очень красиво, празднично и нарядно. Очень красивый сорт, интересный сорт. Она сейчас встречается в предложениях немножко туда дальше. К концу лета этого сорта было очень много. Сейчас я в последнюю неделю уже не видела в предложениях этот сорт. То есть как-то он так появился наплывом. Голландцы его предложили. Его набрались, хватались этого сорта. И все, и он снова исчез. И скорее всего он уже появится, возможно, осенью. А возможно, этот сорт появится со следующего года, с весны или летом. Или может быть такое, что вообще этого сорта не быть. Еще одну орхидейку, которую я показывала. И мы говорили, я ее даже подписала Little Jim Stripe. Но я видела, что этот сорт кто-то подписал как Сакура. Теперь я не знаю. Но вообще этот сорт шел без названия Little Jim Stripe. Мне выдал Google, когда я вела фотографию. И он мне выдал фотографию этого сорта. Я не помню. По-моему, там мне попался какой-то иностранный садовник. И у них этот сорт был подписан как Little Jim Stripe. Насколько это он, я не знаю. У кого-то на днях видела, что уже пишется, что это сорт Сакура. Не знаю. И что про нее сказать. Смотрите, старые цветочки она сушит. Новые как-то она не сильно спешит открывать. Я уже сделала такой ход конем. Не знаю, посмотрим, как она дальше отреагирует. Я дала ей удобрение для пробуждения цветоносов и развития бутонов. Это Petters 103020. Посмотрим, как она отреагирует на это. Но пока что я так смотрю, бутончики вроде бы как активизировались и начинают потихоньку раскрываться. Но при этом старые она уже сбрасывает, потому что она их держит уже так лично давно. Она приехала с раскрытыми бутонами и потихоньку она их начинает уже засушивать. Ну, посмотрим. Не раскроют бутончики. Ничего страшного. В следующем домашнем цветении, я думаю, будет все хорошо. Поэтому для голландцев это нормально. Для голландских орхидей, которые проходят долгий путь перевозки, чтобы к нам доехать, такая реакция на распуск и раскрытие бутонов это вполне нормально. Раскроют хорошо. Не раскроют тоже хорошо. Дождемся следующего домашнего цветения. И будет супер пышное и красивое цветение. Я в этом улетающая моя красивая восковая эсми. Вкусно пахнет, такой яркий, сладкий, насыщенный аромат. Поэтому, если вдруг вам интересен этот сорт, приобретайте безумно плотные цветочки воск воском. Твердый, как пластик. И вот она красотка. Она уже доцветает, она там начала сушить, часть цветоноса засушила. Ну, а эти цветочки пока что еще держат. У меня эсми в мутации бабулетки. Пока мы обозревали наших цветущих красоток, девочки, мои малышки от Соня и Пропар потихоньку пьют водичку. Ее становится все меньше и меньше. И грунт поднимает и поднимает сколько можно водичку. Вот. Так что, пускай моя красотка напивается. Я смотрю, уже корешочки позеленили. Те, которые были полностью серенькие. А, кстати, я не сказала, как я определяю, что внутри вот этот маховой стаканчик уже сухой. Смотрите, мы здесь сделали прокладочку. Маха, да, и тут маховой стаканчик. Вот он. А вот наша прокладочка, которую мы прокладываем по стеночке мох. Я беру, не боясь, там, где, к примеру, нет корешочка. Я отодвигаю вот эту прокладочку, здесь корешочек. Это делаем максимально аккуратно, чтобы его не сломать. Или отворачиваем в ту сторону, где нет корешочка. И вот выбираем, да. И я, как можно проверить, всовываете пальчик и проверяете. Но визуально, когда вы с такими малышами уже давно работаете, вы поймете и определите, что там мох уже, как бы, такой, знаете, сухой. Это будет видно. Прямо вот и по корешочкам вы это двинете немножко моху, увидите, что корешочки уже серенькие пить хотят. И там, чтобы убедиться, просунете пальчик и поймете, что там уже все сухо, и растению нужна срочно водичка, чтобы растение не получило стресс от долгого пересыхания. Фаленопсис такие, что им, они любят просушку, но не любят пересушку. Поэтому очень важно найти вот эту золотую волну и поддерживать водный баланс, нужный баланс, чтобы и не сгноить растение, и не пересушить растение. Потому что и в том, и в том случае не есть хорошо для фаленопсиса. И на этом весь наш обзорчик. Я оставляю свои растения пить водичку. А вам желаю хорошего настроения, прекрасного дня. Занимайтесь цветами, отвлекайтесь от всех этих новостных лент, от всех этих неприятных событий. Берегите себя, своих родных и близких. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения. Пока-пока и до новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова